Здарова, чувак. Слышишь меня? Да, да. Отлично. Слушай, сколько мы не виделись давно, да? Года два, наверное, или два с половиной. Да, прошло много времени. Мы виделись в офисе у Карла, помнишь, стримили? Да, в 22-м году. Короче, я решил видос замутить. Впервые за долгое время после этого времени. Так что мой первый вопрос касается тебя. Смотри, мы виделись два с половиной года назад, да, в Дубае. Я помню, что тебе было 16 лет тогда. Почти три года назад тебе было 16 лет. Или поправь меня, если я не прав. Как ты так долго сохраняешь возраст? Смотри, тебе всего 17 лет. Прошло три года. Ты что, в высокосном году родился? Нет, я думаю, что когда мы встретились, мне было 15. Ааа, тебе бы... В смысле, тебе серьезно было 15? Все еще тебе 17? Мне только что исполнилось 17. Тебе только что исполнилось 17. Охренеть, чувак, с днем рождения. Да. Да. Ну что, круто, что ты пришел. Давай, короче, погнали разбираться, что происходит с криптой. Я смотрел твои последние видосы, знаю, в принципе, что ты думаешь. Но ребята мои не знают, для моей русскоязычной аудитории... Давай, рассказывай. Ребята, криптокит, встречайте, любите и жалуйте. Расскажи нам в целом, что ты думаешь по поводу Биткан в этом году, мы после халвинга. Какие твои ожидания по рынку, короче? И вообще? Да, конечно. Спасибо. В первую очередь. А меня зовут Эфе. Я очень счастлив, что я на вашем канале. Спасибо, что пригласил меня, бро. Взаимно, круто, что пришел. Итак, мои предсказания для биткоина на этот год. Мне кажется, что этот месяц, сентябрь, будет довольно плохим. Потому что если ты исторически посмотришь, сентябрь это худший месяц для биткоина. Но мне кажется, октябрь будет началом огромного ралли, в котором мы уйдем, вероятно, на... Я думаю, что может не в октябре, я не думаю, что мы дойдем до 100 тысяч в октябре, но я думаю, что к концу года биткоин может торговаться на 90 тысячах долларов. И в 2025-м я ожидаю биткоин в области в районе от 115 тысяч до 135 тысяч. Я думаю, что биткоин будет очень бычим. И альткоины... Немножко под вопросом, потому что в 2021-м объем людей... Если ты посмотришь на сбережения, как много людей... Ну, было ли у них много сбережений или мало, ты можешь увидеть, что большинство людей владело свободными деньгами. И они использовали эти деньги, чтобы купить различные альткоины. Но, переходя к 24-му, к сожалению, многие люди в долгах. И у них нету сбережений. И из-за этого мы видим, как растут мемные монеты. Людям не интересны. Проекты с высоким маркеткэпом, они в них не входят, потому что они могут дать только 5x, 10x или 20x, в то время как мемные монеты потенциально могут преобразовать очень маленький объем денег в большой в будущем. Так что ты видишь, как многие люди переключаются в мемные монеты из альткоинов. Но я думаю, что это поменяется. Скорее всего, понадобится время. И 25-й будет большим годом для биткоина, эфириума и всех альткоинов в целом. Так что лучшее, что ты можешь сделать, это купить как можно больше биткоина, эфириума и как можно больше крупных альткоин-проектов, которые ты находишь хорошими. И мне кажется, легко можно сделать 5x, 10x в следующий год или два. Абсолютно согласен с тобой. Мемкоин ситуация, это просто, знаешь, это очередной пузырь, который в какой-то момент лопнет. И люди не видят обратную сторону этих крышесносных x потенциала, который они видят на миллион x, но они не видят то, что они могут потерять все в долгосроке. Я супер медведь по пепе и по всему этому говну в долгосроке. Знаешь, ты же понимаешь, потому что мы, конечно, может увидим какие-то отскоки небольшие, потому что мы в бычьем рынке, но в целом в долгосроке мы знаем, что биткоин, король. И ты прав, мы должны аккумулировать больше битка. Может быть, мы изменим этот нарратив в 25-м году на очередной какой-то другой пузырь с мемкоинов, на какие-нибудь AI-коины или еще какую-нибудь фигню. Очередной щиткоин хайп, но в долгую. Да, давай про биток лучше поговорим сначала. Расшарь свой график, потому что наши ребята любят паттерны, дивергенции, желтые точки на сайфере. И если вы, кстати, не подписаны на Криптокидо, то подписывайтесь на его английский канал, чуваки. Дай-ка посмотреть, если я смогу открыть. Вот, мне кажется, должно работать. Итак, это биткоин на недельном таймфрейме. И я думаю, что есть очень много вещей, которые стоит отметить. И я пытаюсь все как можно больше упростить. И первое, это то, что у биткоина есть невероятный бычий флаг на недельном. Я не знаю, почему люди настроены так по медвежье сейчас. Если ты посмотришь на индекс страха и жадности, мы на 26. Но не должно быть причин для страха. Мне кажется, что сейчас время быть взволнованным на тему биткоина. У нас есть бычий флаг, невероятная чаша с ручкой. В плане того, где мы в цикле. Это то место, где биткоин обычно консолидируется. И в итоге мы пробиваемся невероятно. Как только подтверждаем пробой предыдущего all-time high. И в каждом цикле до этого. Ну то есть, так много хороших вещей происходит в политическом плане. И в плане макроэкономической перспективы тоже все выглядит очень хорошо. И я просто не понимаю, почему люди так напуганы сейчас. Потому что сейчас лучшее время усредняться, лучшее время аккумулировать. И я думаю, что в октябре и далее биткоин в итоге пройдет 66 тысяч. И мы пойдем до 89 и потом до 102 тысяч долларов. И почему я так думаю, это из-за расширения по Фибоначчи. И мне нравится торговать Фибоначчи. И не знаю, нравится ли тебе. Да, чувак, я обожаю Фибку. Ну это невероятно. И мне нравятся два уровня. 1.382 и 1.618. И ты можешь видеть, что у нас будет точно 90 тысяч. Это будет отличная временная остановка. И потом 102 тысячи и, вероятно, даже 115 тысяч, если нам повезет в следующем году. Но да, это мое долгосрочное видение для биткоина. Да, слушай, обычно мы видим... Сейчас выборы в США. И обычно мы видим перед выборами, особенно после выборов, мы видим нормальные движения наверх. Поэтому, как мы это называем, обтябрь. Обтябрь. Да. Может быть, мы увидим движуху в октябре. Так что вопрос не в том, улетим мы на Луну или нет, а вопрос в том, увидим ли мы большую коррекцию перед этим в сентябре или, может быть, в начале октября в ближайшем будущем. Потому что нет вопроса в долгосроке, да, про успех биткоина с моей стороны. И, кстати, знаешь, с этой печатью денег, с этой монетарной политикой, которую мы видим от ФРС, от центробанков, я думаю, что биткоин все еще супер недооценен. И мы в гиперцикле. Но что ты думаешь про долгосрочные коррекции? Я имею в виду, если биткоин продолжит падать. Какие уровни поддержки ты видишь там до конца сентября, начало октября, скажем? Давай скажем. Да, я думаю, что биткоин, скорее всего, откорректируется на 51.52. Мы можем пойти в золотой карман по Fibonacci, я не уверен, что так будет. Но ты видел это, когда у нас был флэш-крэш из-за иенного корритрейда. Биткоин идеально спустился в этот золотой карман. И мы протестировали, почти протестировали, вот этот фитиль от ETF. Так что я предполагаю, что было очень много ликвидации и ликвидности в этой зоне. У нас также была прекрасная поддержка в предыдущем цикле в 2021. Так что я думаю, 48 тысяч, если вы хотите действительно купить биткоин, это будет, вероятно, то самое время. И если мы уберем Fibonacci, ты видишь, что у нас есть отличный ретест в первой половине 2021. Консолидация во второй половине 2021. Потом потеря поддержки и спуск. В марте 2022 мы поднимаемся к этой зоне. И мы протестировали ее на хайпе из ETF в январе этого года. Это была лучшая возможность купить на этом флэш-крэше. Я не думаю, что биткоин пойдет на 48 тысяч еще раз. Но в чем я уверен, ну или чего я ожидаю. Это от того, что биткоин спустится на 51.52 в следующей неделе. Но этого может и не случиться. Мне кажется, сентябрь будет жестким. Но переходя к октябрю, я думаю, что биткоин сможет опять вырасти. Круто. Это может произойти, а может нет. Может произойти раньше или позже. Это может произойти в октябре или в декабре. Может быть, мы даже переживаем сейчас более удлиненный цикл. Как это сказать по-английски? Уменьшающийся возвраты. Бенджамин Коуэн это говорит. Как же он говорит? И удлиняющийся цикл. Да. Удлиняющийся цикл. Это даже по-русски сложно вспомнить. Может быть, мы видим... Цикл, сдвинутый вправо. Да. Может, мы видим такой цикл. Может, мы увидим вершину позже. Знаешь, типа в стиле... Все эти хорошие в кавычках новости. Блэк-роки, ETF. Как ты вообще сам думаешь? Хорошо ли это для крипто, что большие деньги приходят? Или, может быть, это хреново. Может быть, они погубят биткоин через эти все финансовые инструменты, деривативы, фьючерсы, и не позволят больше прийти к крышесносным иксам из-за маржинального трейдинга. Думаешь ли ты, что они могут остановить волатильность биткоина и остановить его от роста? Потому что я слышал такие мнения, что Блэк-рок убивает биткоин, знаешь, в долгосроке, и его волатильность. Какое твое мнение на ETF? Ну, я думаю, что ETF-ы очень хороши. Я думаю, что по мере того, как биткоин матереет как актив, где мы растем до маркеткапа золота, который составляет сейчас 17 триллионов, то есть в 17 иксах от маркеткапа биткоина, я думаю, что это нормально, что... Ну, если мы хотим вырасти как класс активов, то нам нужно иметь это принятие институционалами. Так что вход Блэк-рока в крипто. Это правильная вещь. Снизит ли это волатильность в долгосроке? Вероятно, но я думаю, что... В макроперспективе это позволяет многим институциональным клиентам, которые не могли получить доступ к биткоину из-за корпоративной политики. Сейчас они могут добавить биткоин на свой баланс через покупку ETF-а. Так что в долгосроке я думаю, что это очень хорошо, и даже в краткосроке это очень хорошо для институциональных клиентов, у которых гораздо больше денег, чем у среднестатистического Джо, чтобы купить биткоин. Но да, пока что ничего, кроме позитивного движения цены, это нам не дало. И если все больше людей решат войти в биткоин, я думаю, что это будет еще лучше. Так что я думаю, что ETF-а это хорошо. Окей, слушай, а думаешь ли ты, что этот капитал, который сейчас входит в биткоин, хлынет в альткоины в какой-то момент? Будет ли Блэк Рок заинтересован в покупке, я не знаю, там, лайткоина или каких альткоинов? Популярных тонн? Окей, ладно, тонн коина это будет следующий вопрос. Я имею в виду, будут ли они покупать хотя бы Эфир, Солану, там, Риппл? Или чё? Я думаю, что... Если честно, я так не думаю. Я не думаю, что альткоины будут сильно привлекательны. Они не будут привлекательны для институциональных клиентов. Просто из-за их волатильности. У многих из них есть CEO. Если ты посмотришь на различные альткоины, у многих из них есть основатель, а биткоин анонимен. Никто не знает, кто основатель биткоина. Если бы они знали, это была бы абсолютно другая история для биткоина в целом. Нет, они знают. Это Сатоши Накамото. Но они не могут его найти. Да, именно. Они знают некоторых из его друзей. Они знают некоторых его друзей, да. Типа Ника Сабо. Но если бы... Может быть это да Винчи и Джей Фифтин еще. Мы оба с тобой знаем. Тихо. Мы точно не знаем. Может быть это он. Ну да, я согласен. Но мы не знаем точно. Я думаю, что если Сатоши был бы публичной фигурой, и сегодня все бы точно знали, кто он, на биткоине была бы метка худшие вещи на планете. Но из-за того, что он анонимен. Это причина, по которой ETF появился. И эфириум, да, можно сказать, что за ним Виталик и так далее. Но эфириум поднялся на второе место в крипто. И мне кажется, институционалы видят его как способ инвестировать в блокчейн. А биткоин – это способ купить цифровое. Можно сказать цифровое золото. Или описать это другими способами. Но я думаю, что это хорошая вещь. Мне кажется, что все эти вещи хорошие. Это просто вопрос времени. Терпение – это ключ. Нужно просто ждать, покупать биткоин и держать его, пока он не станет деньгами. И когда он это сделает, мы все будем очень счастливы. Цифровое искусство. Помнишь NFT-хайп? Кстати, ты как думаешь, он продолжится в какой-то момент? Я имею в виду цифровое искусство. Это офигенная технология для художников, для артистов. Это, кстати, одно и то же по-английски. Одно и то же слово. Даже для лицензий, знаешь, типа для копирайта, для защиты авторских прав. Охрененная технология. Но мы видим столько пузырей на эфире. Кстати, я тебя забыл спросить про него. Что ты думаешь про кефирчик? Давай посмотрим. Эфириум. Я думаю, что эфириум невероятно недооценен. Я думаю, что 2500 за эфириум – это невероятно. Из-за того, что мы еще не дошли до нового all-time high по эфириуму, в отличие от биткоина. У нас есть еще очень много места для движения наверх. Я думаю, что мы можем протестировать еще раз 2200 и 2300. И это то место, где я, наверное, открою лонг-позицию. Но если вы просто хотите купить и держать эфириум, мне кажется, сейчас невероятная возможность это сделать. Потому что эфириум пойдет на 15000 долларов. Это случится. И это будет 6-7 иксов от этой точки. И если ты инвестируешь 10 тысяч долларов, они могут стать 60-70 в следующие пару лет. Я думаю, что эфириум в отличной точке. И, вероятно, покажет себя очень хорошо. Окей, братишка. Ты так уверенно об этом говоришь и звучишь очень обещающе, много обещающе. Я тоже надеюсь на это. Я тоже думаю, что мы не видели еще ни хренашеньки вообще, в плане того, что реально all-season, как мы это называем, да? Сезон всего, когда все взлетает на икс в день. В 2017 году, помнишь, все росло там крышесносными масштабами. Я тоже думаю, что мы еще этого не видели. Но что с другими альтами? Какие-то аутсайдеры, Litecoin, Ripple, Dash. Я имею в виду те альты старые, которые ни хрена еще не показали толком, как эфир, солана, там, биток. Думаешь ли ты, что какие-то из них восстановятся? Я думаю, многие из них восстановятся. Я думаю, что Shiba Inu, AVEX, MATICS, BNB и все, они покажут себя хорошо. Я не уверен насчет XRP, если честно. Но я думаю, что многие хорошие проекты, которые в топ сотни, они восстановятся опять. Но остаток под вопросом. Мемные монеты, скорее всего, по большей части умрут. Помимо Shiba, PayPay, Dogecoin. Но если честно, я думаю, что если ты ищешь, куда дальше потекут деньги, я лично думаю, что это будет топ сотня маркеткэпа. И если ты сможешь найти там проекты с хорошей бизнес-моделью, и проекты с реальной сферой применения, я думаю, что ты не сможешь ошибиться. И это моя стратегия. Я держу очень много гейминг-проектов, потому что я думаю, что GameFi это следующий миллиард пользователей в крипто. И если ты настроен по бычьей по GameFi, мне лично нравится Medieval Empires. Да, чувак, я тоже в него залетел. И покупаю еще больше по таким ценам. Таким дешевым ценам. Слушай, игра вроде неплохая. Как твое мнение о ней? Ну, я играю в игру почти каждый день. Мне нравится игра. Она действительно увлекательная. И мне кажется, что когда проект выйдет в массы, у него будет огромная публика. И я думаю, что эти цены невероятно дешевые для Medieval Empires. Если ты хочешь купить, я думаю, что сейчас отличное время для этого. Я думаю, что когда придет альткоин сезон, эта игра может улететь. Да, слушай, она практически на цене инвесторов сейчас лежит. Да, 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 она супер дешевая. Может еще просесть, конечно, на разлоках, но в целом, в долгу, я очень быстро настроен на GameFi сектор. И, слушай, игры здесь навсегда. И мы стремимся в будущее, в метавселенную. Я вижу, я наблюдаю за своими детьми, которые играют в Minecraft и в эти Roblox, или как они, метавселенные, короче. И они играют в них, не зарабатывая там крипто. И я думаю, что, может быть, мне нужно их подсадить на правильные метавселенные, типа Medieval Empires или Mane, Decentral and the Sandbox. В любом случае, они как раз релизнули только вот новую версию игры, доступную и для Windows, и для Mac. Уже вышло из беты. Ребята, поэтому геймеры, или их дети, качайте себе Medieval Empires, пробуйте, ставьте, играйте, стейкайте токены Mi. Игрушка реально интересная, очень стратегическая. Я сам в детстве в такие игрушки играл, честно говоря, когда на это было время. Теперь у меня другие игрушки, теперь мои игрушки. Это криптобиржи, друзья. Кстати, что-то, да, биточек пролили. Пока я делаю перевод этого интервью, это уже я вам говорю из будущего, потому что интервью мы записывали вчера. И вот биточек пролили, залили всю вот эту ликвидность, зеленую, обратно. На самом деле, это медвежье поглощение, это не есть гуд, но альты, заметьте, держатся при этом норм. Dash держится. Раз уж я встрял внутрь этого интервью, все, я дам сейчас вам сводку свою. Dash держится. Смотрите, как пробил сопротивление, ретестит зеркалочку, и вышел Evolution. Вы в курсе, что вышел Dash? Вот. Заходите на dashmoney.io, все, это надо, регистрируйте mainnet. Тут регистрируйте приватку или вводите приватку. И, вот, и все, вот я захожу, это я создал кошелек на этом Dash mainnet, и теперь я могу здесь регистрировать доменные имена, адреса, доменные имена. Понимаете, что такое доменные имена? Да, вот, но для этого нужно 0025 Dash сюда послать. Вот он тебе дает сначала адрес, присылаешь 0025, лучше сразу побольше Dash кинуть, пока он дешевый, 01, 02, 05, чтобы там на дохрена имен хватило, и так далее. И там дальше появится у вас опция, где можно зарегистрировать имена доменные. Это вот, собственно, та фича, с которой они начинали. Ну, грубо говоря, свое имя или там свое название, компания. Это и будет адрес вашего кошелек, в Dash кинете. Вот, поэтому я по быче смотрю на альты сейчас и на Dash, и на лайткоин. Собственно, по ним и профит уже более-менее нормальный вырисовывается. Они так сильно не падают, как биток. Из битка я пока вышел, вот, в эфире пробую постоять, но это так, все, дисклеймер, не финансовый совет. МНТ-шечка тоже, на мой взгляд, ну, скорее всего, пробьет вниз, конечно, этот уровень, чтобы всех смыть, но в целом потом наверх пойдет, поэтому пойти должна очень сильно. Ну, и все эти проекты тоже. Medieval Empires супер дешевый на экране был. Ладно, короче, возвращаемся к интервью. Окей, круто, чувак, что ты думаешь про телегу? Особенно про этот движуху эту с дуровым, с тон. Что ты думаешь про тон? Это же такая хайповая экосистема. Если честно, я был очень шокирован тем, что сеть тона упала. Я думаю, что нынешняя структура телеграма очень тревожная, исходя из того, что я слышу, но я не знаю, я не был сторонником тонкоина. И я не планирую им быть, учитывая то, как развиваются события. Так что я был бы аккуратен. Если блокчейн падает на 6 часов, это означает, что ты теряешь доступ к своим деньгам. Ты не можешь переводить на сети тона. И это проблема. И это очень плохой признак. Если у вас есть тонкоин, я был бы аккуратен. Но, если дуров вернется, то токен, наверное, тоже вернется. Слушай, ну у меня тоже, честно говоря, буквально несколько тонкоинов на кошельках, чтобы там какие-то транзакции делать. Я не такой большой ходлер тон, но зато, как я вижу из комментариев, из чатов, знаешь, движухи, люди очень жестко засажены. Назовем это так. Так что да, может быть, лонговать тонкоин сейчас не очень хорошая идея, наверное, чуваки. Да, я не уверен, да. Может быть, сложно. Да, он может еще капитулировать, конечно, сильнее. Ладно, бро, давай лично ты на что-то глаз еще ты положил из альтов хороших? Вот скажи, кроме Medieval Empires, во что еще залетел? Давай, топ-3 проекта от CryptoKid, у которых есть технология, какая-то идея, которую ты разделяешь. А, если честно, я думаю, что, ну, сложно. Я в основном в биткоине и эфириуме, мне кажется, 70% биткоин, 60% биткоин, 30% эфириум, и остальные 10% просто некоторые альткоины. Но если приставить мне пистолет к виску, наверное, я скажу, автоматик, AVAX, BNB, топ-10, я бы не стал уходить в мелкие проекты, я бы хотел подождать начало бычьего рынка, так что я придерживаюсь биткоина и эфириума. Круто, на самом деле это имеет смысл, это имеет значение, это очень классный совет. Спасибо большое, что ты пришел к нам сегодня, было приятно с тобой поболтать. Чуваки, напишите в комментариях внизу, как вам заценилась такая тема, какие вопросы вы хотите задать Криптокиду или вообще по теме, мы на них ответим. В следующий раз может быть мы увидим в лайвстрим вместе на английском канале, так что большое спасибо, бро. Всегда рад, всегда рад. И увидимся в следующий раз, пока. Удачи, пока.